Привет, мои любимые! Я все еще в сквере. Вот решила поснимать на новый телефончик, потому что здесь такая красота, непередаваемая. Мне захотелось с вами поделиться. Стою эту зяточку снимаю, просто могу от него оторваться. Я не знаю, может быть, я вижу его таким божественным, прекрасным и замечательным, а на самом деле он не такой. Мне очень-очень захотелось проверить. Здравствуйте, можно с вами присесть? Спасибо большое. Какая красота, просто не описываю, моя хорошая. Очень-очень классная. Лотеро, вот будто весна. Не чувствуется осень, а чувствуется весна. Такой ветер переменный. Знаете, очень красиво. Каштанчики, как дирекция моего детства. Я вам рассказывала, что выросла в Мариуполе, а там весь проспект Металургов был в каштанах. Вот прям от моря и шел до парка Жданова, а потом выше, до центра. Весь проспект Металургов был в каштанах. И мы маленькие, когда бегали, все время эти ежики так разбивали ножками. И доставали оттуда кругленькие такие гладенькие-гладенькие каштанчики. И в ручках так гладили. Это было прекрасно. Вот такие у меня воспоминания детства. Можно сказать, ностальгические. Ну вот, посидела я немножечко. Пойду травку снимать. И вы со мной, кому интересно. Спасибо! Хорошего дня! улыбается. Прикольный. Но он более интеллигентный, чем я его увидела. Очень классный. Вот так вот. Что-то со мной правда не то. Я начала к этим мужчинам подсаживаться. Это уже какая-то непонятная у меня стадия или прохождение какого-то совершенно нового опыта. А вот пушечки. С чучечкой. Смотрите, какая сказка. И запах травы и зелени. И такие облака. Такое всё божественное. Просто непередаваемое. Какой красивый птички. И девушки. Что может быть прекрасно? Я не знаю. Собачки. Собачки. Привет! Красоточка. Я это не девушки. Я собачки. Хотя девушка тоже красоточка. А тут мы с вами гуляли. Помните? Все гуляют. Отдыхают. А небо очень-оченькое здоровье. Да, вот такой гуляет. И взлет. Собачки. А тут мы с вами гуляли. Помните? Гульсинею видели. Свиньку. Хрюш. Она тут весь газон там перерыва. Там, там. Помните? Какая травка зелененькая. Просто красота. Такой ветер. Вот правда, как будто на улице весна. Знаете? Такая красота. Просто непередаваемая. Привет! Я сегодня без батона. Так что, мой дорогой, извиняй. Какая селезная шейка такая зелененькая. Сверкает. Просто красавец. Видите? А там такая собачка. У меня мудка сидит маленькая на руке. Сейчас покажу вам. А, улетела. Не успела. Ну ладно. Значит, не судьба. Привет, красавчик с шейкой селезня. Гуляешь? Что ты тут один ходишь? Солнышко прикольно. Видите? Ну да, наверное, видите. Сослепило вас. Я увеличила, я так покрутнее поснимала. Там детская площадка, очень много деток, но мне не хочется снимать близко, потому что не всем мамочкам нравятся. Не все такие мамочки, как я. Да. Это мне было не жалко, чтобы моих деток кто-то там снимал или еще что-то. У меня в Ливане предлагали Соломона кино снимать. Вот. Ну, я бы этим занялась с радостью, а мужу это было неинтересно, потому что он мне говорил, что там будут платить меньше, чем мы будем на бензин тратить. Зачем это надо? Я говорю, как на ребенку, может, будет интересно, чтобы он потом вырастет и станет актером. Он говорит, что? Я буду думать за него, кем он станет. Вот вырастет и сам будет думать. Ну, вот так вот. Я тогда планировала, там человек спит на травке. Дай бог, чтобы он не замерз. Не знаю, зачем я вам его показала. Какое здание прикольное, да? И вот никто к нему не подошел. То есть, ему плотно. А если он замерз. Реально. Ну, вот у меня немного страх. Я всегда подходила раньше. Вот. А сейчас, помните, когда вот здесь, на той лавке, там, на меня накинулся человек без определенного места жительства. Я стояла, снимала воробушков в одну сторону. А он на меня набежал сбоку. Я даже не видела. Понимаете? Вот. И он у меня выбил из руки телефон с разными всякими там словами. Он думал, что я мальчик. Выбил телефон и начал его на какой-то птать. Вот. Растил мне тепло. И у меня после этого уже, так, знаете, как страх. Вот. Не хочется его снимать. А хочется подойти просто. Вот внутри, где он там живой. Да, мои родные. Он дышит все хорошо. Лучит. У него, кстати, белый носочек. А он просто может на мальчику разбиться. Так что не буду ему мешать. Я хотела шею так потрогать, дышит или нет. А увидела, у него так животик. Ну, увеличивается, уменьшается. Он дышит очень ротно. Хорошо. Пойдем. Вот, чтобы с вами прогулялись. Это наш Некрас. Вот с этой лавочки на меня бежал мужичок, которому телефончик разбил. Ну, это было давно и неправда, в общем. Не, ну, правда. Но уже это история. Привет, дорогой. Привет, Николай Алексеевич. Стоишь? Ну, стой, стой. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Они такие пушистые. Просто красотища. Очень красиво. Сверлили. И хочется, только ведет сюда. Добрый день. Сверлил. Все такие напорные. Жирные. Жирные. Ребятки, привет. Ребятки. Ну, вот я не знаю. Я вижу, что они не голодные. Они вон даже там сидят в травке, на солнышке загорают. И они прямо все такие. В благости и в моменте. Так что. Мне взяла батончик. Это не страшно. Вот так вот, мои родные. Блин, как красиво. Не могу не снять. Очень красиво. И небушка. И фонарики. И деревца. И солнышка. Ну, все такое. Собачка идет. Собачка, привет. Прям волк. И голубочки, смотрите, какие прекрасные. Даже девушка вписывается. Все такая. Прямо ангел. Собачка ушла. Ладно, мои любимые. Мы снимала вам уже. Прыгают по ступенькам. Слышны вообще. Чего ты так прыгаешь? М? Вука. Вука. Собачка. Собачка пошла. Это, которая как волк. Все, мои любимые. Буду прощаться. Потому что я иду в Дикси за батончиком. И девушка вообще сказочная. За батончиком и за хлебом. Подруга попросила купить у них хлеба черного. С борщом она любит очень. Вот. Так что, мои родные. Будем прощаться. Пока-пока. Люблю вас. Всем волшебной субботы. Тут вообще прекрасно. Люблю вас. Впрочем. Продолжение следует...